Многострадальный проезд Мунрева в Сургуте начнут ремонтировать будущее весной. О реновации этой дороги уже много лет просят жители, которые добираются к своим домам на работу или за покупками по ухабам и ямам. А весной и осенью все сюрпризы, которые таит проезд, скрыты под огромными лужами. Между тем, дорога важна. Участок ведет к нескольким социально значимым объектам. На данный момент проектно-изыскательские работы и процедура заключения контракта с подрядчиком позади. Сколько времени и денег потратят на ремонт полотна, знает Анастасия Петрова. Теме реновации проезда Мунрева много лет. В 2016-м он вошел в перечень наказов избирателей. Дорожное полотно на участке от проспекта Комсомольского до улицы Меликарамова фактически отсутствует. А между тем, эта территория важна. И не только для пешеходов. Здесь достаточно высокий уровень автомобильного трафика. Данный участок связывает несколько социально значимых объектов. Среди них поликлиника, школа, отдел полиции. В этом году предусмотреть средства в бюджете города на ремонт проезда Мунрева наконец получилось. Начнем с того, что я здесь сам живу с 89-го года. И проблему проезда Мунрева узнавая по собственному свойству, со шкурой, своими ногами исходил. Здесь находятся социальные объекты важные. Это и поликлиника, отделение приема анализов, и ГОМ-3, и Сбербанк. Естественно, здесь трафик у людей постоянно есть. Но проезда такого здесь нет. Здесь более-менее сухо, но вот начнутся дожди, и здесь будут просто большие лужи. Где будут просто не пройти, не проехать. Естественно, жители на эту проблему обращали внимание. Ну, все те 30 лет, кто здесь живу, они обращали. Когда я стал депутатом, они стали обращаться, пришли и ко мне. Тему реновации проезда Мунрева на контроле держал депутат Думы Югры Ренат Айсин. Он пытался привлечь к решению проблемы предпринимателей. Был готов выделить на проектирование и средства своего депутатского фонда. Но тогда возникли сложности, вызванные пандемией. Бизнес тратить деньги на разработку документов оказался не готов. Пару лет назад в казне нашлись деньги на создание проектно-сметных решений. В конце 2022-го работу закончили. А в этом году разыграли контракт на ремонт. Хотя это правильное будет назвать строительством. По его окончании около 6 тысяч человек, живущих в этом микрорайоне, получат возможность пользоваться обновленной инфраструктурой. Самое главное, я считаю, что здесь не нужно растягивать проект. Чем быстрее мы его сделаем, тем быстрее компания и заработать сможет, и реализовать это направление. Поэтому здесь нужно заботиться не только о жителях, но и о подрядчике, который должен просто добежать до финиша. Мы ему должны в этом помочь. Проектно-сметная документация прошла все экспертизы, в том числе и проверку достоверности стоимости. За почти 167 миллионов рублей объект построит компания «Спецмонтаж проект». После подписания подрядчик приступит к подготовительным работам и закупке материалов. Данный объект является приоритетным для главы города, для Андрея Филатова, потому что на всех совещаниях он обсуждается довольно-таки бурно, потому что данная территория, хоть и уже застроена довольно-таки давно, но все равно имеет некое развитие. Подрядчик – это фирма ООО «Спецмонтаж проект». Мы с этой фирмой знакомы, то есть не в первый раз выходят на конкурсные процедуры у нас в городе, не первый объект реализуют, показали себя как надежный партнер для города, реализовывают объекты по водоснабжению, водоотведению, то есть по инженерным сетям, выходили на объекты по подготовке проездов. В 2024-м следующий этап – запланированы переустройства сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, разработка и монтаж системы водной канализации, освещения и связи. Всем этим займутся будущей весной. Финальные работы по укладке асфальтобетонного покрытия, нанесению разметки, установке дорожных знаков и светофоров пройдут в 2025-м. В этом году, с момента подписания сегодня контракта, мы уже начинаем мониторинг цен, заказ материалов, исходные данные составляются. То есть, она работа будет идти, просто это не будет видно пока в физическом объеме. Но это будет вестись, я же говорю, мониторинг материалов, их подготовка, закупка, ну и соответствующие, так сказать, будут распределения и какие-то геодезические работы будут, разбивки, вот если даст погода. Движение по проезду Мунарева, к слову, подрядчик постарается не перекрывать, а жителей просят набраться терпения. Ведь через пару лет участок приобретет совершенно иной вид. Анастасия Петрова, Сергей Коликов, Сургут, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова